Беларусь в 1944 году. История освобождения в памяти поколений. Центральная тема региональной конференции, в рамках которой вынесено большое количество вопросов для обсуждения. Приурочена она предстоящим праздником – Дню Победы, а также годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организаторы уверены, традиционное мероприятие носит не только образовательное, но и духовное значение. Оно позволяет сохранить память о кровопролитной истории нашей страны. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – это одно из направлений воспитания и по кодексу, и по молодежной политике. Поэтому только таким образом можно ребятам донести очередной раз, какой подвиг совершил советский народ в Великой Отечественной войне. За круглым столом собрались студенты Брестского государственного технического университета, учащиеся филиала Брестского технического колледжа, научные сотрудники, а также представители администрации города Бреста. В формате открытого диалога собравшиеся обсудили через свои выступления военно-политические проблемы. Брестское гетто, холокост, религиозную политику, оккупационных властей. В годы Великой Отечественной войны участие белорусских партизан в операции «Багратион». Темы острые и важные. Когда пригласили на эту конференцию, мне, во-первых, есть о чем рассказать, о том, как мы показываем экспозицию темы освобождения города. И я знаю тех людей, которых уже сейчас нет, но которые оставили свой след на нашей земле. И вот память о них, мне кажется, должна жить в сердцах брещан, в сердцах молодого поколения. Безусловно, тема Великой Отечественной войны занимает особое место в жизни нашего населения. Молодежь здесь не исключение. Их долг – передавать воспоминания из поколения в поколение о героических поступках наших защитников, благодаря которым сегодня мы имеем мирное небо над головой. Поэтому на предложение посетить научно-практическую конференцию ребята откликнулись быстро. Количество участников составило более 70 человек. Мы пришли с целью узнать каких-то новых фактов о нашей Брестской крепости, послушать наших коллег, наших преподавателей, о ветеранах, узнать о их жизни, о их судьбе нелегкой. И все-таки, ну, это очень важно, интересоваться историей нашей страны. Это учебное заведение высшее очень серьезно подходит к вопросу воспитания подрастающего поколения. И в первую очередь на примерах наших веховых таких датах истории нашей страны. И, конечно же, основным в этом перечне было бы назвать День освобождения Республики Беларусь и День Победы Великой Отечественной войны. И традиционно, конечно же, эта конференция научно-практическая в рамках вот этой работы является одним из основных моментов. И я уверен, что подобные мероприятия однозначно только на благо служат воспитанию подрастающего поколения, сохранение памяти о том сложном и трагическом периоде нашей истории. Продолжение следует...